Приветствую вас. Первое, о чём мне бы хотелось вам сказать, это то, что вы не написали свой вопрос. Вы написали текст только в заголовке, но не написали, собственно, далее проблему и не написали свой вопрос. Поэтому, если вы послушаете мой ответ, на момент записи этого ответа у вас был один комментарий от эксперта, и, соответственно, если вы послушаете, то, пожалуйста, добавьте больше информации о себе и о том, чего вы всё-таки ожидаете, например, от экспертов касательно вопроса, который вы написали. То есть у вас, в общем-то, вопрос ВИП, то есть вы потратили на него какую-то сумму и хотелось бы, чтобы вы потратили её в туне. Значит, вы пишите о том, что молодой человек, в котором вы живёте, значит, в месте вы живёте с ним уже один год, прячет с перепиской с другими девушками. То есть мужчина встречает с вами, живёт он тоже с вами, но при этом, при том, что он живёт и встречается с вами, и это, ну, не мешает ему переписывать с другими девушками, да, и скрывать это от вас. То есть тот факт, что он скрывает это от вас, говорит о том, что он сам как бы не принимает в себе вот эту вот свою особенность. Ему не очень приятно, потому что он её сам стыдится где-то в глубине душерённой. Понимает, что поступает неправильно, поступает оскорбительно по отношению к вам, но всё равно продолжает это делать. И, собственно, мы, ну, вам эта ситуация неприятна, вы хотели бы её как-то разрешить. Давайте сначала скажем так. Почему мужчина, ну, поступает подобным образом? Почему мужчина ведёт себя так? Почему он вот переписывается с другими девушками, да, как бы скрывает это от вас и, в общем-то, оскорбляет вас таким образом? Потому что у мужчины определённо есть некоторые потребности, которые у него не получается реализовать с вами. Даже можно говорить не о ответностях как таковых, а можно говорить о наличии у мужчины, ну, каких-то вот своих субъективных причин для того, чтобы переписываться с другими девушками, при этом, как бы, встречаясь с вами. И здесь может быть всё, начиная от его субъективного взгляда на это. То есть я имею в виду, что мужчина может считать, например, что ничего такого плохого в том, что он общается с другими девушками нет. Мужчина может считать, что он вас ни в коем случае не предаёт, когда он общается с другими девушками. Мужчина может считать, что ничего плохого не происходит и, в общем-то, всё в порядке вещей, всё так, как и должно быть. И если это действительно так, если он действительно так думает, если есть вот такой момент, вам сказать, что переубедить его, она будет достаточно сложно, потому что, ну, у мужчины есть свой взгляд, свой достаточно чёткий взгляд на ситуацию и поменять её, ну, мужчина вполне возможно не хочет, ему просто-напросто не выгодно. И поскольку, вроде как, он вам не изменяет, вроде как, он вас, ну, вот, знаете, именно формально, именно формально, вроде бы вас не оскорбляет, вроде бы ничего откровенно дурного не делает, кроме только того, что он скрывает, это понятно. Значит, он может, собственно, вполне чувствовать себя полностью, ну, удовлетворительным. То есть, его может удовлетворять та ситуация, в которой он оказался, его может абсолютно всё устраивать. И объективно для того, чтобы этого не было, чтобы всё-таки перестало его вот устраивать, чтобы он вышел, наконец, из этой ситуации. Вам, ну, не надо будет сделать так, чтобы то, что он получает благодаря тому, что у вас сейчас происходит, он перестал это получать. То есть, например, вы можете заявить ему о том, что вы сами больше не будете это терпеть и уходите от него, или, ну, попробуйте, например, поговорить с ним, попробуйте, например, сказать, что вам это очень неприятно, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вариантов здесь очень много. Главное, что нужно понять, это то, что заставляет вашего мужчину не только переписываться с другими девочками, но и скрывать это от вас. Вот это нужно вам понять. Субъективные его причины. И когда, и если вы будете это понимать, то вы сможете уже делать определенные выводы. И вы сможете строить свою модель поведения в ответ на это. Например, если мужчина поступает так просто потому, что ему хочется, просто потому, что у него такой взгляд на вещи, на ситуацию, да, что совершенно определенно, что вам терпеть это нельзя. Либо вы говорите, что вот вам это не устраивает, и если он прислушивается к вам, вы остаетесь, если нет, то вы направляете свою деятельность на постепенное отдаление от него, от мужчины. Либо вы делаете что? Если у мужчины есть субъективное желание, то есть в чем-то он неудовлетворен, и вот эту вот неудовлетворенность он пытается реализовать через других девушек, через общение с другими девушками, то тогда вам уже он будет постараться понять, что же ему не хватает, чего ему не хватает, что ему нужно, и именно этот момент постараться с ним проработать. Может быть ему обратиться к психологу, может быть и вам стоит поговорить, но вам необходимо сказать, что такая ситуация для вас неприемлема, если мужчина хочет быть с вами, то ему нужно более предметно, предметно, более конкретно поработать над своими желаниями, чтобы было понятно, чем он у нас голосуется, чтобы и вы точно не чувствовали, что вас обманывают, не чувствовали, что вас там делят с кем-то и так далее, потому что это бьет и по вашей гордости, и по самооценке и так далее. Ничего хорошего в любом случае в этом нет. Вот я думаю, что именно так вам нужно поступить. То есть вот основная цель, основная ваша задача сейчас, это определить мотивы мужчины так себя вести, в зависимости от того, что составляют эти мотивы, и можно будет корректировать вам ваше поведение. На этом все. Исходя из текста вашего вопроса, ответить более полно не представляется возможности, поэтому если вы дополните свой вопрос, пожалуйста, напишите мне в личку, я прочитаю и также дополню свой ответ. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!